Доброго всем! Сегодня у нас в работе головка бука цилиндров Рено Кенга 1.5 дизель. Жалобы клиента были на то, что пошли в бачок газа. Разберем и посмотрим, что к чему. Сперва демонтируем вакуумный насос. Для этого звездочкой выкручиваем болты, сдергиваем, убираем. Нам он не нужен. Разбираем дальше. Головкой на 10 отпускаем винты, которыми зафиксированы бугели удерживающие распредвал в постели головки. Здесь мы отпускаем винты постепенно и понемногу на каждом бугеле. Часто задают вопрос, почему нужно ослаблять винты постепенно. Поясню. Снизу на кулачки давят толкатели, которые довольно таки сильно подпружинены пружиной клапанной. А если снимать сразу по одному бугелю, то в один прекрасный момент возникает перекос распредвала, а это может вызвать деформацию шпилек, бугелей и самого вала. А если вал чугунный, то его вполне может и поломать. Поверьте, это не голословное утверждение. У нас такие моменты случались еще давным-давно, когда только начинали осваивать ремонт головок. Обращаем внимание на нумерацию бугелей. Если ее нет, то стоит самостоятельно нанести ее, чтобы впоследствии каждый бугель поставить на свое место. Здесь бугели помечены. Снимаем их. Теперь можно снять распредвал. Вынимаем его из постели. Оценим состояние сальника распредвала. Должен сказать, что сальник распредвала уже достаточно дубовый. Затем обращаем свое внимание на шейки вала. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, кроме шейки, на которой стоит сальник распредвала. Сальник распредвала протер на ней небольшую канавку. Протрем толкатели. Обязательно оценим их поверхность. Как мы уже не раз рассказывали, бывает так, что толкатель протирается кулачком и это может вызвать его разлом и, как результат, всевозможные неприятные последствия, вплоть до отрыва тарелки клапанов. Пронумеруем толкатели, ведь они также имеют свои размеры. Ну и чтобы впоследствии вновь таки расставить стаканчики по своим местам. При помощи нашего незаменимого магнита извлекаю толкатели из головки. Вот теперь приступаю к рассухариванию клапанов. Для начала магнитным рассухаривателем обстучу тарелки клапанов, чтобы ослабить и подорвать сухарики со своего места. Если этого не сделать, то придется приложить немало усилий к рассухаривателю, чтобы впоследствии разобрать головку. Но в то же время и переусердствовать не стоит, иначе от сильных ударов можно тупо погнуть клапан. Затем при помощи специального рассухаривателя и магнита рассухариваем головку. Освободив клапаны от пружин с тарелочками, извлекаю эти самые пружины и стандартно обращаю внимание на впускную и выпускные пружины. Если мы не знаем одинаковые пружины стоят или нет, то мы должны оценить пружины по диаметру, по количеству витков, по высоте. Пружины в данном случае и впускная и выпускная стоят одинаковые. Проверим цилиндры на ватну. К сожалению, здесь не видно выпуска, но все же выпускные клапаны показали не идеальный результат. Стрелка заходила в начале зеленой зоны, то есть как бы и не совсем отвратительная компрессия, но и нехорошая. На всякий случай пронумеруем клапаны. Хотя я думаю, что этого делать, наверное, и не стоит. Попутно предварительно оцениваем степень износа втулок, и вот даже на масле при грязном сопряжении втулка клапан и даже на неснятом сальнике клапана мне не понравился зазор. Ни на впуске, ни на выпуске. Конечно, возможно, изношены и сами клапаны. Позднее мы все это проверим. Хотя, скорее всего, износ присутствует и на втулке, и на клапане. Снимаю саменький клапанов, стандартно оцениваю состояние и понимаю, что он тоже уже дубовенький. Теперь проверю клапаны на износ по стержню. Как и предполагал, все выпускные клапаны изношены 5-6 соток. Впускные получше, но они также на пограничном состоянии. Три клапана имеют износ 3 сотки. Пограничный износ. То есть 3 сотки считаются максимально допустимым износом для ножки клапана. И у одного выпускного клапана износ 5 соток. А так как менять нужно 4 выпускных клапана и один впускной, то мне кажется, что оставлять три клапана, которые находятся на пределе, смысла нет. Поэтому целесообразно поменять полностью комплект клапанов. Что мы, собственно, и предложим клиенту. Также проверили нутромером втулки. И оказалось, что 6 втулок также конкретно изношены. Это естественная закономерность. Когда изнашивается втулка или клапан, то идет обоюдный ускоренный процесс. Мы об этом как-то рассказывали. Клиенту этой головки повезло меньше, чем клиенту предыдущей о ремонте, которой мы рассказывали буквально пару недель назад. Тогда там было все замечательно. Отправляем головку на опрессовку. Опасения клиента были напрасны. Герметичность головки не нарушена. Причина появления бульб в бачке была иная. Итак, по итогу нужно поменять минимально 6 втулок, 5 клапанов, сальник распредвава и сальники клапанов. На седрах восстановить рабочую фаску, притереть клапаны по седрам и, естественно, отфрезеровать привалочную плоскость. Клиент принял решение поменять все втулки и все клапаны. И это правильное решение. Итак, меняю втулки. Как это сделать правильно, мы уже рассказывали не один раз. Кому интересно, ссылка на основной ролик будет в описании под этим видео. После замены втулок, когда головка остыла, я обязательно калибрую отверстия втулок при помощи набора разверток. Затем ставлю головку на станок и восстанавливаю фаску седла клапана. Вот она такая красивая у нас получилась. Теперь обязательно притираю клапаны к седлу. Тем самым я поконтролирую свою работу. Как обычно, наношу немного пасты на кромку рабочей фаски тарелки клапана. И при помощи присутствия и возвратно поступательных движений, буквально несколько секунд, притираю клапаны к седлу. Убираю фаску с фаски клапана, тщательно очищаю от притирочной пасты и седлу клапана. Смотрю, притирочное кольцо должно иметь четкие очертания, четкие границы. Оно должно быть полное по кругу, серое, без пробелов и проплеши. Если такое наблюдается, то считается, что клапан, как положено, притерся к седлу. А когда возникают перечисленные нюансы, то есть какие-то проплешины, пробелы, неполный круг и другое, то процедуру притирки следует повторить. Как видим, на фаске тарелки клапана идеальная серая дорожка. То же самое мы и наблюдаем и на седле клапана. Проверю свою работу вакуум-тестером. И хотя здесь не видно, отсвечивается стекла манометра, по верхней нацелу работа выполнена идеально. Следующее, что нужно сделать, это устроить залом шпильки, о чем также просил клей. Хотя делаем мы это и без просьбы, если такое наблюдается. Для этого выравниваем поверхность излом на шпильке напильником. Затем накерлим посередине отверстия. И при помощи сверла, сперва 2 мм, затем 6 мм, высверливаем остатки шпильки. Резьба в данном месте, М6 обычная. Беру из нашего специального набора сверло, которым рассверливаю под резьбу будущее пружинное отверстие. Затем из этого же набора беру мечик, нарезаю в просверленном отверстии резьбу. Затем закручиваю в это место пружины требуемой длины. Резьба восстановлена. Обязательно проверю, все ли в порядке. Далее я приступаю к предварительной регулировке клапанов. Что я делаю? Надеваю на втулки старые сальники клапанов, которые я ранее снял. При разборке. Расставляю по своим местам клапаны. Переворачиваю головку. Ставлю по своим местам стаканчики. Смазываю постель распредвалом маслом. Ставлю распредвал на свое место. И прижимаю бутылок. С небольшим усилием обжимаю. В данном случае можно поставить не все бутылки. Беру набор щупов и проверяю зазор. Поджимаю снизу клапан и вставляю щупы. К примеру, начну с горячей выпускной стороны. Зазор должен быть 0,35-0,45 мм. Но я беру с учетом того, что когда мы засухаем клапаны, то зазор увеличится на 0,05 мм. То есть на выпуске нам нужен зазор 4 десятки. В этом месте щуп 2 десятки проходят. Там 2,5 мм нет. Значит нужно подторцевать ножку клапана на 2 десятки. Чтобы в сумме получились те самые 4 десятки зазора. На следующем клапане проходит 3 десятки. Значит торцевать буду 1 десятку. Повторю данную процедуру для всех выпускных клапанов. Также измеряю зазор и на выпуске. Только пределы здесь меньше. 2-2,5 десятки. Мы всегда делаем зазор по максимальным значениям. Тем самым давая головке значительно больше срок пробега до следующей регулировки или ремонта. Согласно сделанным мною меткам, торцую ножки клапана на требуемое увеличение. Проверяю. Если нужно, корректирую. Далее снимаю лаву, удаляю стаканчики и засухариваю клапан. Соберу все вновь и проверю полученный результат. Если меня все удовлетворяет, фрезерую поверхность, обмываю головку моечной машины от стружки, возможных остатков, притерочной пасты и другой грязи. И приступаю к сборке. Ставлю новые сальники, смазываю клапанным маслом и расставляю по своим притертым местам. Накидываю пружины с тарелками и сухариками. При помощи все того же струбцинного рассухаривателя засухариваю клапан. Обязательно обстучу ножки клапана, чтобы сухарики заняли свое место. Ставлю по своим местам стаканчики, вал, ну и все остальное. В общем, мы это уже показывали, повторяться не стану. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Дима Тorzok